Мы сейчас приступаем к вам, с вами к лекции, посвященной особенностям протоколов Octopus 900. Octopus – это хедлайнер компании Hackstride. Традиционный слайд конфликта интересов. Не забываем подписываться на мой канал, там много интересного про большое количество оборудования, не только про приборы Octopus и компании Hackstride, но и на большинство диагностических процедур. Там много интересного тоже есть. Наш модуль периметрии позволяет оценить периметрический дефект по классификации брусини. Загружаете фотографию в Эльюс, получаете в ответ классификацию по брусини, которую делает наш Telegram-бот, который работает на основе искусственных интеллектов. И о таких классификациях мы сегодня в том числе будем говорить, потому что на данный момент в последних версиях программного обеспечения приборов Hackstride реализована возможность воспользоваться классификацией. Но небольшие данные выводите и получаете в результате ответа. Интересный калькулятор фактора резистентности роговицы, гистерезисы роговицы. Этот калькулятор подойдет для людей, у кого есть около-респонс аналайза, потому что этот калькулятор позволяет рассчитать коэффициент биомеханического напряжения роговицы. Вы вводите две цифры роговично компенсированного давления по Гольдбану и получаете коэффициент биомеханического напряжения. Для людей, у кого не около-респонс аналайза, а еще Райхер-Сим-Сиар, это младший брат Оры, около-респонс аналайза, мы рассчитываем еще гистерезис роговицы и фактор резистентности роговицы. Таким образом, мы получаем практически исчерпывающую информацию о вязко-эластических свойствах фиброзной оболочки глаза. А новый коэффициент биомеханического напряжения фиброзной оболочки глаза позволяет нам предположить, будет ли прогрессировать глухомный процесс у этого пациента на том уровне внутриглазного давления, который у нас существует на данный момент. Модуль тонометрии – это первый модуль, который мы создали. Он позволяет измерить оттиски внутриглазного давления. Вы можете отправить два оттиска, он их измерит и скажет, насколько они качественно измерены. Разным цветом отображаются разные качества измерений. Кроме того, можно сейчас уже загружать эластотонометрию. Это 12 оттисков, которые позволяют нам измерить, косвенно судить о рязко-эластических свойствах фиброзной оболочки глаза по данным эластотонометрии. Вновь возвращаемся к прибору Octopus 900. Мы сейчас с вами сравним, как произведено было исследование на приборе Octopus 600 и на приборе Octopus 900. Это протокол 24.2. Как вы все, наверное, знаете, для прибора Octopus более перспективное использование программы не 24.2 и не 32, программы G-Dynamic. И мы в своей практике пользуемся практически всегда программой G-Dynamic. Принципиального значения в протоколе не имеет. Вы можете сразу определиться по количеству точек и по их расположению, какой протокол перед вами. Протокол 32 или 24.2. Будет математическая сетка, каждая точка на расстоянии 6 угловых градусов. А в протоколе G-Dynamic точки будут расположены по уходу слоя нервных волокон сетчатки и будут топографически лучше отражать определенные области сетчатки. Сейчас, перед тем, как продолжить, будьте добры, нажмите, пожалуйста, на огонечек или напишите плюсик в чат, чтобы меня видно, слышно, что все хорошо. Если вам не сложно, нужно дать мне обратную связь, чтобы я понимал, что меня видно и слышно. Ну, судя по увеличивающимся огонечкам, все хорошо, и ключики появились. Классно, спасибо вам. Поехали, значит, дальше. Мы возвращаемся к презентации. И протокол 9-in-1, протокол 9-in-1 на приборе 900. Ничем не отличается. Принципиально все те же блоки. Ну, блоки выбирал я, какие будут использоваться. Это блок у нас данных о пациенте и о том, что ему было сделано. Тут фамилия, имя, отчество, дата рождения. Дата рождения – очень важная характеристика для исследования поля зрения. Дальше у нас программа 24.2. Динамическая динамика. Это означает, под какой стратегией предъявлялась стратегия. Бывает полный порог. Для периметров Humphrey бывает Cita, Cita Fast. Для периметров Oculus бывает Fast Threshold, Threshold и Clip. Для периметров Octopus, о которых мы сегодня будем говорить, существует стратегия, полная стратегия, динамическая стратегия, топ и скрининг. Ну, скрининг, собственно, во всех приборах есть. Дальше нам пишет, написано у нас, что это стандартная автоматическая периметрия, то есть белая на белом, Goldman 3. Дальше рефракция, ширина зрачка, количество ложноположительных, ложноотрицательных ответов, время исследования и количество объектов предъявленных, фиксация, какой уровень фиксации был использован. То же самое отображается на 600 и на 900. Идет 9 блоков, почему 9-9 in one? Я призываю всех использовать именно этот протокол, потому что он обладает максимальным количеством информации о том, что вы предъявляете пациенту, что вы напроверяли у пациента. Тем более, что единственное, что вы измеряете, это вот эти цифры, values – это чувствительность, с которой человек видит в каждой конкретной точке. А все остальное – это математическое преобразование. Здесь преобразование в серую шкалу, здесь в график выстраивается каждая точка от самой лучшей светочувствительности до худшей светочувствительности. Это среднее отклонение, среднеквадратичное отклонение светочувствительности. Среднее… Это среднее значение светочувствительности, это среднеквадратичное. Отклонение светочувствительности, mean sensitive, mean deviation, то есть это среднее отклонение. У нас есть среднее значение для каждой точки популяции. Мы можем посчитать у нашего пациента среднее значение, так же, как и в популяции. И если взять наше значение, сравнить с средней популяцией, то будет отклонение у нас какое-то, mean defect или mean deviation в зависимости от прибора. И это отклонение, насколько децибел отклоняется, можно посчитать среднее значение. То есть вот это вот мы взяли, вот эти цифры посчитали, а эти цифры отняли из среднего значения, получили какую-то разницу и посчитали среднее значение, получили, насколько отклоняется светочувствительность сетчатки этого пациента от среднестатистических значений. А дальше мы посмотрели среднеквадратичное отклонение, то есть насколько выражена дисперсия этого признака, насколько выражена дисперсия, что отражает дисперсия. Она отражает, насколько широкий доверительный, 95% доверительный интервал у этой светочувствительности. То есть чем выше этот показатель, тем больше вероятности наличия каких-то локальных дефектов. Ну и диффузный дефект, локальный дефект, это мы будем обсуждать в отдельных лекциях, посвященных периметрическим исследованиям, как он рассчитывается, для какого прибора. Например, в приборе ОКТ, в Хамфри, это 85% берется, в приборе ОКТ, это от 15% до 21% берется, среднее значение. Ну, то есть немножечко небольшая разница есть, но тем не менее, локальный диффузный дефект мы рассчитываем для светочувствительности сетчатки. Дальше, на мой взгляд, это наилучший вариант предъявления данных светочувствительности сетчатки. Здесь мы видим values, то, что намерили, серую шкалу, кривую BVM. Дальше, мы взяли, сравнили это со средними значениями и откорректировали по диффузному дефекту, получили corrected comparison. Колластерный анализ тоже может быть с учетом коррекции на диффузный дефект просчитан. И полярный анализ, также, на самом деле, полярный анализ тоже бывает корректированный на диффузный дефект. Ну, и наиболее важные информативные области – это карты вероятности, probabilities, карты вероятности наличия дефекта. То есть, какой частотой этот дефект встречается у пациентов здоровой популяции. Чем чернее, тем реже встречается. Соответственно, таких точек практически никогда не бывает у пациентов здоровых. Как вы видите, если мы смотрим на серую шкалу, здесь и здесь она отличается. Если мы смотрим на probabilities, то она хоть и отличается, но несущественно. В целом мы понимаем, что дефект примерно одинаковый выявляется при помощи как перемена 600-го, так и 900-го. В прошлый раз я вам на примере 600-го примера рассказывал о том, что грейскейл тоже бывает разный. Здесь я привожу протокол 600-го прибора. Вы поверьте, 900-ый будет один в один выглядеть. Грейскейл values, то есть это серая шкала по данным values. Грейскейл из comparison, то есть это серая шкала по данным отклонения от среднего значения светочувствительности. И корректированная на диффузный дефект светочувствительность корректа грейскейл по корректированным значениям. Здесь чуть более наглядно это, особенно с учетом того, что есть какие-то дефекты. Но еще более наглядно можно посмотреть на пациентах, у которых выражены дефекты. Соответственно, мы видим, что values у нас по одному смотрит, показывает более выраженные изменения, а корректа грейскейл меньше изменений. Почему так происходит? Потому что у пациента выраженные изменения и диффузный дефект у него тоже больше, чем более выражен по сравнению с пациентом с начальными изменениями. Поэтому будьте внимательны, какой грейскейл вы используете для того, чтобы интерпретировать данные о светочувствительности сетчатки. И вот мы добрались до классификации. Сейчас в периметре Octopus есть встроенная классификация, своего рода глаукомный пост, тест полуполей и брусини. Мы можем оценить наличие дефекта и оценить стадию по брусине. Где же это выглядит? Видно? Это видно. И просто на протоколе, на открытом. Это не распечатывается. Поймите, это вы можете увидеть только в электронной версии. Ну и можете более подробно, более развернутую карту посмотреть для каждого исследования. Не имеет значения, какой глаз. Имеет значение, что все эти классификации используются для классификации периметрических дефектов. Периметри белая на белом. Какими же преимуществами обладает периметр 900? У него вообще можно настроить все, что угодно. И у него по сравнению с 600 прибором есть больше настроек. Но все-таки стандартные настройки, они имеют определенные значения. И чаще всего пациентам нужны именно стандартные настройки. Это тест 24-2, тест 32 или G-динамик. Я всех проживаю, все-таки использую тест G-динамик. Потому что он, точки расположены по ходу физиологического расположения слой нервных волкан сетчатки. Динамическая периметрия позволяет исследовать периферические границы поля зрения. Это позволяет многие периметры. Периметр Octopus выдает вот такого рода результат. Можно настраивать, в каком направлении идет луч. Может быть, несколько таких кривых. Можно цветные объекты делать. Но в целом, изоптеры вы можете померить при помощи прибора Octopus. Не вижу, правда, смысла такой дорогостоящий прибор использовать для проведения данной процедуры. Здесь у нас отмечен, какой стимул, какой ящик использовался для проведения этого исследования. Вы понимаете, что мы можем взять стимул больше, яркость больше. И мы получим другие границы поля зрения. Поэтому будьте внимательны, когда проводите данные исследования. Это должно быть воспроизводимым. Таким образом выглядит поле зрения, измеренное при помощи периметрического дефекта. Ой, фу, при помощи динамической периметрии на приборе Octopus. Мы измеряем изоптеры. Мы можем ставить их количество. И можем определять границы как снаружи кнутри, так и снутри кнаружи. Это позволяет нам определить границы. Мы можем в некоторых случаях добавлять. Видите, зачем вот эти параллельные? Чтобы мы могли выявить дефекты, которые неврологические. Поэтому у нас есть параллельные осям, есть отдельные изоптеры. Но в целом определение границ, особенно в далеко зашедших стадиях, на отдельной лекции мы об этом подробно поговорим. Для чего можно и нужно использовать динамическую периметрию. Она в некоторых случаях оправдана, особенно в далеко зашедших стадиях глаукомы. Это у нас 60-градусное поле зрения. Вот такая вот отметочка у нас в уголке будет, чтобы разобраться, какое это поле зрения. G-динамик, вот так точки расположены. И небольшое количество точек расширено в 60-градусном поле зрения. Это у нас, наверное, подобие какого-то теста Армали, когда мы назальную ступеньку пытаемся выявить. Ну и пытаемся выявить в периферической части поля зрения наличие или отсутствие дефектов светочувствительности. Тесты, что один, что другой, можно использовать, но скорее они носят прикладной характер. Про молодого пациента. Это наш коллега. Это белое, желтое, синее на желтом поле зрения. И оно не совсем отражает состояние пациента. Тогда мы видим, какая какая-то депрессия светочувствительности сетчатки, но оно, во-первых, не очень патагномонично, а во-вторых, стандартная периметрия не проявляет таких же выраженных дефектов. Более того, пациент наблюдается у меня там уже более 5 лет, наверное, 7-8 лет уже, и все у него стабильно на фоне применения монопрепарата простагландина. Серия периметрии, вот такие поля 10-градусные, рекомендую сразу исключать из них. Исключать можно это в фильтре, можно выбрать, какие поля зрения вы хотите видеть в серии. И это поле будет нам просто мешать. Далее, это этот же глаз, дальше он продолжает наблюдаться. Мы видим центральные дефекты, какой-то намек на назальную ступеньку, которая формируется. Ну, собственно, в этом поле зрения она у нас тоже формируется, мы ее видим. И логично, что она когда-то дойдет до центра. На втором глазу мы таких выраженных изменений уже не видим, но зато мы видим появление своего рода назальной ступеньки в последующих полях зрения. Но здесь вот оно как-то улучшилось, скажем так. Не бывает, конечно, улучшений, это всего лишь флюктуация. Тренд. Тренд – классная вещь, но на цифру, которая вам показывает, наверное, это получается, что выраженная отрицательная динамика. Это быстрое прогрессирование. С учетом того, что пациент молодой, ему порядка 50 лет, мы должны сказать о вах-вах-вах, как мы плохо лечим. Но, во-первых, у нас до 0,5 снизится, если мы уберем локальный дефект. Локальный дефект, правда, убирать не очень логично, потому что именно за ним и нужно следить. Но диффузный дефект у нас тоже 7, 0,7 дБ. Соответственно, мы понимаем, что да, прогрессия какая-то есть. Мы, собственно, выявили у этого пациента прогрессирование по состоянию условий нервных волокон в сетчатке. И в конце концов начали лечить этого пациента. Пациент наблюдается длительно, но не всегда мы сразу здесь и сейчас при наличии небольших изменений начинаем хватать и лечить. Что касается трендов, базовая версия и продвинутая версия точно так же, как в 600, так и в 900 отличается. Это продвинутая версия, это базовая версия. На графике трендов мы можем видеть квадратики и кружочки. Квадратики – это поле зрения, сделанное на периметре 900. Кружочки – это на 600. Так выглядят изменения светочувствительности, выраженные графиком по данным двух приборов. Одновременно можно в одну программу и сьют, на которой загружать сразу несколько исследований с разных приборов, и прибор сможет их обработать. Главное, чтобы была одна и та же программа выбрана. Выбрано, например, 24.2 и только 24.2. Для этого нельзя так. Сегодня 24.2, завтра 32, послезавтра G-Dynamic. Так не работает. Нужно выбирать всегда одну и ту же программу для того, чтобы можно было построить тренд. Ну и если в базовой версии мы видим только графики, то в версии Pro мы будем видеть кластерный анализ и полярный анализ. Кластер, ну тут тоже можно выбирать, но кластерный анализ и корректированный кластерный анализ. То есть с учетом диффузного дефекта у нас будут кластеры рассчитаны. И полярный анализ, в котором… Извините. И полярный анализ, в котором мы можем предполагать, где должны быть дефекты слоя нервных волкан сетчатки с учетом изменения светочувствительности. Ну и это прям совсем последнее нововведение. Это разбивка по секторам, по толщине слоя нервных волкан сетчатки, как изменилась светочувствительность. Ну и это парный глаз.